всем доброго времени а на сегодня у нас обзор клинков из кованой у 10 а марки стали а в конце после у 10 означает что марка первать вот так вот не из то в черме то сегодня у нас несколько видов клинков и давайте начнем те все-таки отсюда и там япон тема это потом вот такие вот варианты если вы обратите внимание то да ничего не напоминает любителей американского вот такие там варианты я видел именно вот так сделаны только там у них спуске чуть ниже я поднял повыше потому что наш на русский русский люд любит повыше более режущие а там любят наверно дрова поколоть поэтому делаю всегда коньки режущие со спусками повыше вот такой есть можно затем малыш но он не такой чтобы уж и малыш подросток по красоте вот так вот то есть вот как бы получается вот этот почти зеркальность сверх нанос 1 м сверх нанос 1 и вот этот грубо вот это вот следы ковки вот как бы так контраст сразу давайте скажу по твердости а по твердости у нас следующие показания на вот здесь вот на плоскости 60 61 единица ну где как вот так вот погуляет немного там ближе к середке 63 64 чаще всего 64 выдает поэтому будем держаться этих показателей это как трехслойник но однослойный но как однослойный в принципе вот это все ковалось из четырех пластин было взято 4 пластины из у-10 в один пакет расковано квадрат 5 пластину и после этого всего вот так вот то есть он четырехслойник но их никто тут не видит и свои поэтому не будем об этом вот видите может быть здесь такая белесость это не просто так вот это тот самый слой который мягче чем вот этот вот он вот этим на отблике на одном таком как он тут каким-то углом определенным просвечивается белесость и этот тот самый верхний слой который мягкий как мягкий до 60 единиц это разве мягкий тоже у всех у всех здесь вот клинообразные спуски у всех макро сатин вот такой вот вариант охотничка прелесть очень не знаю результатами доволен вообще с углеродами люблю работать поэтому это вещь-вещь но широкий прям любимчик у меня один из любимчик точнее а разве не вот смотрите тоже отверху видите может быть там вот этот какая то есть такая разная яркость вот этот тот самый слой который помягче который ну пускай давайте скажем в среднем 60 единиц вот здесь тоже наверху его видать обуха вот тот слой самый который делает клинок не хрупким а здесь уже вы крышите если там будете рубить его ламу то конечно же да ну как бы тут любой агрегат можно воткнуть и сломать поэтому всегда думайте об этом что вы делаете и чем делаете ну как бы да автомобиль тоже сквозь стену не едет также с любыми с другими вариантами вот такой счет у танк с полными спусками от обуха 6 миллиметров отверстия и вот так же здесь легко видеть может белесость наблюдать вот если этот слой сдираете то там больше чаще всего 64 единицы то есть те которые выходят на кромку именно режущие и они уже там от середины начиная и даже больше чем от середины но в основном от середины вся максимальная твердость там у кромки такие вот красавчики так по стороне теперь японский вариант что мне сподвигло очередной раз уже повторюсь это и делают далеко не первый раз сподвигал у меня вот это вот на клинок он такой наткнулся моден жапан старина который тут нужно немножко кромочках подправить и все ну и шлифануть как бы все дела сделать и вот вот помните кто-то мне говорил что меня вогнутость не той стороны что у меня клин и с той стороны с левой вогнутость с правой клин ну это чтобы не говорили вот так вот это вот виновник торжества и на фоне этого я решил сделать однослойники которые как трехслойники то есть опять же с помягче слоем снаружи и твердым слоем внутри в чем прикол скажут кто-то да вот ну и что вот что ты сделал здесь вогнутость да такой здесь такой клин и что дальше то что во первых попробуйте сделать его прямым я могу наспорт прямо поспорить с любым что вы не сделаете его прямым у вас это будет лыжи прям конкретно это то еще занятие да и шлифовка не из самых простых то есть такая муторажная но тогда давайте не будем о плохом это мои заботы в чем прелесть в чем прикол опять же да в чем он уражается если кто-то хочет подробно услышать нет меня какого-то там до какого-то там не знаю самого там я пошки прямо от самого вот этого вот там и послушайте я единственно что вам могу сказать и передать от тех же я пошек которые делают такие вот варианты что именно такие спуски они дают максимально меньший угол заточки допустим если у вас например за . у клина вот такая то это просто прекрасно например того клина вот такая вот . будет а у такого клинка с такими геометриями она будет вот такая при тех же условиях прям реально ну по практически где-то два раза меньше дальше мне кажется я снять не нужно да для чего это нужно для чего это надо этот угол особенно для таких вот кухоньков для разделки пример каким-то суши это просто подарок судьбы я слышал здесь я немножко кусок утилек вы волну если вы видите вот так гуляет и на что не влияет но есть обидно просмотрел то что-то по-другому смотрю ничего нет вот здесь ничего нет здесь ничего нет вот какой-то угол поймать такой вот хитрый тогда я это увижу два близнеца поменьше 2 близнеца больших уже даже в среднем и не назвать но что-то между средним и большим вот такие вот варианты как затачивать вы знаете что спросите как заточить японский нож пример или как заточить макири могу ру и вот вам там все расскажут как они затачиваются под какими углами и все дела потому что сейчас ликбез устраивать на обзоре мне кажется это будет неправильно и очень долго и так далее тоже также этот макросатин с такими же характеристиками как у всех здесь клинков второй двойник и братишка вашему вниманию отлично все получилось отлично как должно быть лучших традициях так сказать и большим варианты вот так вот ценники конечно не будут 60 тысяч 120 180 как нет я пушки написали на электронку вы не хотите торговать нашими ножами нет а то смотрите у нас там такие бренды такие бренды от 60 тысяч торгуйте сами вас там оближут вас у нас любят вот второй такой вот близнец молодец хоп-хоп а не привезли как по мне вообще класс не знаю вот блин часто делать такие вещи но слишком хлопотно и дорого ну и устаешь в принципе такой работы потому что она далеко не вот даже не такая вот вообще далеко просто такая и поэтому делаю это рейдинг так все-таки но когда делаю реально с душой и от души поэтому я вот сейчас доволен своей работой тем что с ними поработал я доволен кстати совсем забыл сказать а то там сразу хейтеры проснуться скажет а это же углерод он зажавеет вот это японский клинок он полностью из углерода трехслойник то есть в середке жесткий слой его смотрите вот здесь вот разницу видно перехода снаружи мягкий слой в общем копия или у меня копия или у них копия это уже не важно но дело в том что вот он пожалуйста ржавеющий всеми любимый клинок чисто мадрин япон дано а сейчас обзор закончен или вкратце анонс сначала по итогам я несколько раз даже обещал что сделаю ламинат где будь дамаск там нержавеющих обкладках короче говоря немножко не прокатило но знаете что первый блин комом второй получится вот такие вот варианты это из новых моделек в принципе моделька уже не новая была штыки будут хищные такие прям вот новая моделька как вам класс по мне ну это я вроде уже показывал вот новая моделька будет такой вот клиночек это из нескольких марок стали уже нарезаны не вот там какая-то одна будет а несколько вот такой вот кухонник вот такой вариант новый кстати один человечек меня как-то сказал такой не сделайте под заказ и ему сразу сказал что под заказ я не берусь а то что сделать сделаю и когда будут готовы тогда просто смотрите меня на сайте на обзорах и вот он уже в таком состоянии так что ближайшее время будут изготавливаться ну вот наверное все показал это обычно вот так вот так и таких ящиков у меня просто 10 десятка три полных заготовок вот он еще что лежит лесник уже не об этом я думаю все как сказал показал и встречайте на сайте